Давайте все-таки жить долго и счастливо, долго и счастливо вместе, вместе с нашей медициной. Но если что-то вдруг не получается, и вы хотите узнать, что у вас внутри, оптимальный вариант магнитно-резонансная томография. И вы куда можете приехать? Я вам предлагаю приехать в самое лучшее место. Магнитно-резонансная томография располагается здесь, в курортной поликлинике. Только заход надо будет сбоку зайти и получить то, что вы хотите, посмотреть, что у вас внутри. Здоровье и жизнь – самое дорогое, что у нас есть. Но порой на заботу о здоровье просто нет времени. Но рано или поздно наступает момент, когда мы вынуждены обратиться за помощью к специалистам. Сегодня современному человеку доступна процедура магнитно-резонансной томографии. В ноябре 2013 года в нашем городе открылся лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина. За это время его существование здесь обследовалось свыше 20 тысяч человек, не только жителей города, но и жителей соседних районов Челябинской области и Республики Башкортостан. Большинство приходит по назначению врача, остальные – по собственному желанию. Каждого неизменно встречает теплый прием, деликатные отношения и высокий профессионализм сотрудников. Магнитогорский центр магнитно-резонансной томографии является одним из 90 филиалов, расположенных по всей России, объединенных в единую крупнейшую в Европе телемедицинскую сеть. Это открывает для жителей города новые уникальные возможности в области медицины. Процедура магнитно-резонансной томографии в среднем занимает от 10 до 30 минут, в зависимости от вида исследования. Магнитно-резонансная томография является уникальной и практически не имеющей аналогов процедурой для диагностики заболеваний центральной нервной системы, позвоночника, мышечно-суставной системы и ряда внутренних органов. Существует абсолютный ряд противопоказаний для прохождения МРТ-исследований, такие как кардиостимуляторы, импланты среднего уха и беременность первый триместр. Остальные инородные тела в организме имеют относительные противопоказания, поэтому очень важно с собой приносить медицинскую документацию и ранее проведенные исследования. Также есть противопоказания по весу. Мы принимаем пациентов не более 120 кг, но с радостью принимаем маленьких детей. Для них мы создаем сказку и увлекаем их во время исследования полетом в космос. Также они могут находиться во время исследования вместе со своими родителями. После исследования каждый ребенок получает у нас похвальную грамоту, замужество и смелость во время исследования. Пациентов мы записываем по предварительной записи с 7 утра до 23 часов, ежедневно, без выходных. В центре установлен высокопольный томограф премиум-класса. По сравнению с предшественниками он вводит на экран более четкие трехмерные изображения. Во время обследования необходимо не двигаться. Это очень важно, потому что тоже получается искаженное изображение, и картинка получается неинформативная. При укладке пациента предлагаем наушники, защиту от звука, включить музыку, дополнительно свежий воздух. К сожалению, мы не видим кости, так как там нет воды. Есть, но в минимальных количествах мы видим мягкие ткани, все какие есть, хрящи. Если, допустим, какие-то новообразования, как вы это дело демонстрируете? Если, допустим, во время исследования мы видим у человека изменения, допустим, возьмем, к примеру, головной мозг, мы заканчиваем исследование, подходим к пациенту, объясняем ему всю ситуацию, предлагаем ведение контраста. После ведения контраста измененные области накапливают контраст или не накапливают. То есть мы можем четко определить размеры опухоли, допустим, если это опухоль, и четко определить локализацию ее. Индивидуальный подход к каждому пациенту – это основной принцип работы Центра магнитно-резонансной томографии. Конечно, мы смотрим позвоночник, суставы, брюшную полость, малый таз. У нас очень большой спектр. Что можно сделать благодаря вам? Ну, просто понять. Потому что такое сейчас случается у человека, ну, вроде снаружи он нормален, да, а внутри все не очень хорошо. Ну, часто бывает, люди жалуются, например, на головные боли. Причин этому очень много, чисто клинически бывает, часто невозможно определить. Человек к нам приходит, мы часто находим циркуляторные очаги, мы можем увидеть очаги других характеров, допустим, каких-то воспалительных, паразитарных, рассеянный склероз. Мы можем увидеть гидроциволию, которая, как правило, клинически, ну, никаким образом не лечится, но может проявлять себя головными болями. Мы можем видеть самое важное – это объемные образования головного мозга, объемные образования оболочек головного мозга, то есть внемозговые образования. В спинном мозге, то есть в позвоночнике, в позвоночном канале, также мы видим образование, изменение структур мозга. Я бы все-таки сказал такой вариант, да, вот если у вас что-то случилось, да, что-то беспокоит, но врач не может это дело понять. Такие вещи случаются, да, бывает такая штука. По-моему, оптимально все-таки прийти к вам, чтобы вы посмотрели, как это делается внутри и сразу сказали данные о вашем заболевании. Конечно, мы очень помогаем клиницистам в том плане, что частенько пациенты приходят, например, с болью в коленном суставе. Если мы посмотрим, например, позвоночник, там будет банальная грыжа, которая будет давать такие боли, то есть врач разберется. Центр магнитно-резонансной томографии Лечебно-диагностического центра международного исследования биологических систем имени Березина представляет услуги по проведению магнитно-резонансной томографии диагностики по приемлемым ценам для города и Челябинской области. Для отдельных категорий граждан существует гибкая система скидок. Подробнее об этом можно знать у администраторов центра, позвонив по указанному на экране телефону. В ноябре этого года нам исполнилось два года. Мы открылись в ноябре 2013 года. За этот период мы нашли своих врачей. У нас работают хорошие, замечательные врачи, которые прошли обучение в Санкт-Петербурге. В это время мы постоянно расширяли перечень своих исследований, прислушивались к советам врачей нашего города, которые просили нас помочь им в их работе. То есть мы расширяемся. Самым долгожданным для нас исследованием является, это у нас в декабря, сейчас мы запустили исследование молочных желез с динамическим контрастированием для обнаружения каких-то нового образования, для постановки диагноза таким пациентам. Такое часто случается, езжу в Челябинск, приезжаю, а там марата не работает, магниторезонанская терапия там не работает. Как оно у вас работает? В нашем центре мы со своим томографом сведим мы постоянно проводим профилактические работы, поэтому какие-то неполадки, конечно же, бывают, но мы стараемся все в короткие сроки починить, потому что мы, естественно, работаем для пациентов, для врачей, работаем 7 дней в неделю, без перерывов и выходных, с 7 утра до 11 вечера. И вот то, что случается с нами, потому что магниторезонанских томографов в городе много. Ну, практически каждый себе их покупает, да? Цена вопроса не такая большая, если честно, но вопрос у меня возникает лично к ним, кто будет читать эти данные. Но ваша томография читает все, абсолютно все данные. Как это получается? Ну, во-первых, у нас квалифицированные, замечательные специалисты, про которых я уже говорила. Во-вторых, если к нам припопадают пациенты с какими-то сложными случаями, поскольку у нас есть, как мы уже много раз говорили, телемедицинская сеть со всеми нашими филиалами, с головной компанией в Санкт-Петербурге, где находится консультационный центр врачей, ведущих врачей ЛДЦ МИПС, наши врачи отправляют исследования в этот консультационный центр, отправляют в свое заключение, чтобы питерские врачи еще раз все посмотрели, согласовали заключение. Занимает это время где-то от часа до 4 часов, в зависимости от сложности исследования, в зависимости от подготовки пациента. И через вот несколько часов мы даем пациенту уже заключение, которое проконсультировано было с врачами, не только нашими, но и питерскими. В январские праздники мы будем работать, график работы тот же, мы будем отдыхать 1, 2 и 7 января. И в новогодние каникулы нам хотелось бы порадовать наших пациентов, мы будем предоставлять им скидки с 3 по 10 января, по всем вопросам обращаться к нашим администраторам. Сегодня среди обследованных людей наиболее часто встречаются заболевания головного мозга и позвоночника. Специалисты объясняют это тем, что в век высоких технологий человек стал меньше двигаться и больше подвержен излучению электромагнитных приборов от собственных телефонов и компьютеров. Поэтому, как утверждают врачи, очень важно следить за своим здоровьем и проводить регулярные обследования организма. Центр магнитно-резонансной томографии Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем имени Березина находится на территории городской больницы номер 2 по адресу улица Труда, 36, строение 1 и работает в очень удобное время для пациентов с 7 часов утра до 23 вечера, без перерыва и выходных. В предстоящие новогодние каникулы специалисты будут принимать пациентов уже с 3 января 2016 года. В период новогодних каникул всем пациентам будет представляться 10-процентная скидка на все виды исследований. Записаться на прием и получить подробную информацию по всем телефонам можно по телефону 35 55 65 35 55 75 А вот теперь от меня. Если честно, я так же болею онкологией, да? Если честно, к слову о магнитогорских онкологах, я бы еще так произнес ее с весьма нескрываемым образом иронией в голосе. Почему я не прохожу обследование МРТ в Магнитогорске? Потому что я знаю, что нигде в Магнитогорске меня не прочитают как следует. Понимаете? Я ездил, естественно, в Челябинск. Но до поры до времени, пока я не нашел вот это место. Здесь работают специалисты, классные специалисты. И вот та самая процедура. То есть поездка в Челябинск, это туда-сюда и туда-сюда, это, грубо говоря, 4 тысячи рублей. Это на газу еще я езжу. А еще надо еще туда-сюда съездить. То есть по сути событий, сама поездка, это, грубо говоря, 6 тысяч рублей. Так гораздо проще приехать сюда и сделать здесь. Причем как бы врачи-то тоже смотрят и вам показывают грамотный результат. Вот я вам о чем говорю. И куда ехать-то? На курортную поликлинику. Труда 36, тройный 1.